Здарова, бойцы! Уже в это воскресенье наконец-таки будет драться Ислам Махачев. Его бой против Дрю Добера пройдет на турнире UFC 259. Обзор с видео на этот бой и остальные бои UFC 259 будут у нас на канале, сразу после его окончания, так что подпишись, чтобы не пропустить. А пока я предлагаю тебе послушать финальные слова Ислама и Дрю об их поединке. Ставь лайк и погнали! Дрю Добер. Думаю, что по большей части ажиотаж возникает из-за того, что один из величайших бойцов всех времен Хабиб Нурмагомедов высоко отзывается об Исламе Махачеве. Кроме того, российские фанаты всегда внимательно следят за своими спортсменами. Все представляют Ислама Махачева как следующего российского чемпиона UFC. Он сверхталантлив и представляет большую угрозу. Это испытание для меня, чтобы доказать, что я готов войти в топ-10, даже топ-5 парней. У меня есть много фанатов, в том числе и в России. Есть много причин, по которым мне нравится идея этого поединка. Я хочу драться с Майклами Чендлерами, Дастинами Парье и всякими подобными парнями. Так что победа над Исламом подтолкнет меня к возможности подраться с пятеркой сильнейших бойцов легкого веса. Я хочу подраться за титул, хочу стать участником фантастических боев и сражаться с лучшими в мире. Но нужно с чего-то начинать. Победа над Махачевым откроет передо мной массу возможностей. Думаю, большая часть ажиотажа вокруг него вызвана Хабибом, фанатами и тому подобным, а не достижениями в октаголе. Не думаю, что шумиха вокруг Махачева оправдана. Но мы узнаем это 7 марта. Ислам Махачев. Он крепкий парень, его нет в рейтинге, но я думаю, он должен занимать где-то 16 строчку. Я знаю, на что он способен, поскольку мы должны были драться еще в 2016. У него хорошая ударка, хорошая выносливость, но я считаю, что превосхожу его. Откровенно говоря, я думаю, что это будет легкая встреча. Я буду валить его в партер и контролировать. Мне кажется, его борцовские навыки не на высоком уровне. Возможно, моим следующим соперником станет Дос Анис, с которым мне уже дважды назначали бой. Возможно, мне дадут Фергюсона или любого другого свободного легковеса. Честно говоря, это не имеет большого значения. Но если меня сведут с кем-то из топ-5, я буду рад. Мне просто нужно набить несколько побед, чтобы выйти на титульник. Вот и все. Я чувствую, что готов к любому сопернику, поскольку я всю жизнь тренируюсь как чемпион. Никто из бойцов из топ-10 не доставит мне проблем. Вот что сказали бойцы. А что думаешь ты об этом поединке? Пиши в комментах. Еще раз напомню, что обзор на этот бой и на остальные бои UFC 259 будет у нас на канале сразу после его окончания. Так что подпишись, чтобы не пропустить. А это канал It's Time. Я Иван Неумин. Будь здоров.